Компания i-Media совместно с Альметьевским Мухтасибатом при Духовном Управлении Мусульман Республики Татарстан представляет. Компания i-Media совместно с Альметьевским Мухтасибатом при Духовном Управлении Мухтасибатом при Духовном Управлении Мухтасибатом. Муалим Саня. Видео-уроки, обучающие чтению Священного Корана по книге выдающегося татарского ученого Ахмада Хадим Аксу. Урок 9. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения, Мухаммаду, членам его семьи, сподвижникам и всем, кто следовало следовать его пути вплоть до судного дня. Дорогие зрители, братья и сестры, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы рады вас приветствовать на нашем очередном уроке по изучению книги Мухтасибат. Наш сегодняшний урок мы посвятим, иншаллах, изучению Идхама и Идхара. Дорогой шейх Абалий, расскажите, пожалуйста, нам об Идхаме и Идхаре. С именем Аллаха, хвала ему. Дорогие зрители, для буквы Нун с Сукуном и Танвина существуют четыре правила, одно из них Идхам. Чтобы понять положение Идхама, давайте вернемся к прошлым урокам, в которых мы прошли произношение арабских букв на примере поясняющих рисунков. На первых уроках вы узнали, что каждая буква арабского алфавита произносится с помощью двух органов речи. К примеру, буква МИМ произносится с помощью двух органов речи, верхней и нижней губы. Обратите на это внимание. МИМ. 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 Другой пример, арабская буква ФА, тоже произносится с помощью двух органов речи, нижней губы и верхних передних зубов. ФА. 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 И таким образом произносится каждая арабская буква. Давайте посмотрим на экран, чтобы увидеть краткое изложение того, что мы прошли. В произношении буквы МИМ участвуют два органа, верхняя и нижняя губа. В произношении буквы ФЭ участвуют два органа речи, внутренняя часть нижней губы и кончики верхних передних зубов. Вывод. В произношении каждой буквы участвуют два органа, которые называются органами речи. Уважаемые зрители, после того, как я пояснил вам первый пункт, который, я надеюсь, вы все усвоили, давайте перейдем ко второму. Некоторые буквы мы произносим, смыкая органы речи. Это касается всех букв, которые приходят с суккуном. К примеру, при произношении буквы МИМ с суккуном, верхняя и нижняя губа смыкаются. Следите за моими губами. Будьте внимательны. Приведу другой пример. Буква ДЦАЛЬ. При произношении ее с суккуном, нижняя часть передних верхних зубов и край языка смыкаются. Обратите на это внимание. Смыкание органов речи происходит при произношении всех букв с суккуном. Но когда мы произносим буквы, которые огласованы фатхой, даммой или кясрой, то органы речи размыкаются. Приведу вам следующий пример. При произношении буквы МИМ с фатхой, нижняя и верхняя губа отрываются друг от друга. Обратите на это внимание. Следите за моими губами. То же самое происходит, когда мы произносим букву МИМ с даммой. И при произношении буквы МИМ с кясрой, губы также отрываются друг от друга. Таким образом, при произношении любой огласованной буквы, органы речи размыкаются. Давайте посмотрим на экран, чтобы увидеть краткое изложение того, что мы с вами только что прошли. Способы произношения букв. Буквы произносятся двумя способами. Первый. Отдалением органов речи друг от друга. Это касается букв согласовками фатха, дамма или кясра. Например, бэ, би, бу. Второе. Смыканием органов речи. Это происходит при произношении буквы с суккуном. Например, эбб. После того, как мы усвоили два предыдущих пункта, давайте перейдем к третьему пункту. Если буква пришла с суккуном, а следующая за ней с согласовкой, то для произношения буквы с суккуном мы смыкаем органы речи. Затем размыкаем их. Затем снова смыкаем, чтобы еще раз разомкнуть их для произношения последующей буквы с согласовкой. А чтобы убедиться в этом, попробуйте произнести любую букву с суккуном, после которой следует буква с согласовкой. Арабы считают, что произношение некоторых букв таким способом представляет собой трудность. Например, слово «кул-ля». Если произносить первую букву лям с суккуном, а вторую с согласовкой, то произносить их вместе очень трудно. Послушайте. Поэтому арабы включают первую лям во вторую и произносят их слитно, подобно одной букве, которая огласована фатхой и удвоена шаддой. И при произношении этих букв таким способом органы речи размыкаются только один раз, чтобы произнести удвоенную букву лям. Обратите внимание. И такой способ произношения называют идгам. Приведу другой пример. Если после буквы «даль» с суккуном следует буква «тэ» с фатхой, то их трудно произносить в отдельности, потому что место их образования одинаково. Они образуются с помощью передней части спинки языка и основания передних верхних зубов. Например, И если произносить букву «даль» ясно с суккуном, а следующую за ней букву «тэ» с фатхой, то в этом есть затруднение. Например, Поэтому арабы, чтобы облегчить произношение этих букв, превращают «даль» с суккуном в букву «тэ», А затем первую букву «тэ» включают во вторую и произносят их слитно, подобно одной букве, которая огласована фатхой и удвоена шаддой. Следующим образом. Давайте посмотрим на экран, чтобы узнать, что же означает термин «идгам» в науке таджвид. В таджвиде это слияние, ассимиляция, буквы с суккуном с последующей огласованной буквой так, что они становятся одной удвоенной буквой, Именно той, которая пришла с огласовкой, и произносятся слитно, подобно единой букве. Например, «Кулля» Буква «лям» с суккуном сливается с огласованной «лям», и они становятся одной удвоенной буквой. «Кулля» Тут возникает вопрос. Всегда ли, когда приходит буква с суккуном, за которой следует буква с огласовкой, мы включаем первую букву во вторую и произносим их слитно, подобно одной букве, используя едгам? Ответ, конечно, нет. Напротив. Отдельное ясное произношение каждой буквы является основой, а едгам используется только в исключительных случаях. Это происходит в следующих случаях. Первый случай, когда встречаются две одинаковые буквы, первая из которых приходит с суккуном, а вторая с огласовкой. Например, если после буквы «бэ» с суккуном следует буква «бэ» с огласовкой, как в этом аяте. Теперь давайте рассмотрим первый случай на экране. Будьте внимательны. Если встречаются две одинаковые буквы «мутама селян», первая из которых имеет суккун, а вторая – огласовку, то первая буква ассимилируется со второй по правилу едгам. Например, «кулля». А сейчас я приведу примеры едгама для двух одинаковых букв. Рассмотрим случай, когда буква «мим» с суккуном встречается согласованной буквой «мим». Следующий пример, когда буква «бэ» с суккуном встречается согласованной буквой «бэ». Другой пример, когда буква «т» с суккуном встречается согласованной «т». А вот пример, когда буква «лям» с суккуном встречается согласованной буквой «лям». Следующий пример, когда буква «кяф» с суккуном встречается согласованной буквой «кяф». А вот пример, когда буква «кяф» с суккуном встречается согласованной буквой «кяф» с суккуном встречается согласованной буквой «кяф». Перейдем ко второму случаю. Это когда встречаются две буквы, одинаковые по месту образования, но различные по своим свойствам, подобно букве «даль» и «т», которые образуются с помощью передней части спинки языка и основания передних верхних зубов. Послушайте, как они произносятся. А это произношение «т». Они одинаковы по месту образования, но это две разные буквы, отличающиеся друг от друга по своим свойствам. В таких случаях они сливаются и произносятся как одна буква. Например. Давайте посмотрим на экран, чтобы познакомиться с кратким изложением этого случая. Две схожие буквы. Схожие буквы «мутаджани сэн» — это две буквы, одинаковые по месту образования, но различные по своим свойствам. Если встречаются две схожие буквы, первая из которых имеет цуккун, а вторая — огласовку, то первая буква ассимилируется со второй по правилу «идгам», например, «коттабайена». А сейчас я прочитаю вам примеры «идгама» схожих букв. Будьте внимательны. Вот пример слияния буквы «даль» с буквой «т». Другой пример слияния буквы «даль» с буквой «т». А вот пример слияния буквы «т» с буквой «даль». Следующий пример — это слияние буквы «т» с буквой «то». Это был пример слияния буквы «т» с буквой «то». Но «идгам» в нем является неполным, как это пришло в следующем аяте. Вот послушайте. «Ахатту» 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 «Идгам-накыс» «Идгам-накыс» — неполная ассимиляция. Это слияние сильной буквы с более слабой, когда свойства сильной буквы остаются явными. Например, «бэсоттэ». В этом примере буква «то» сливается с «т», но ее свойства остаются явными. А сейчас я приведу примеры неполного «идгама». «Ахатту» 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 Фррртт Басовтт Вот пример слияния букв «заль» и «зо». А вот пример слияния буквы «с» с буквой «заль». Следующий пример касается слияния буквы «б» с буквой «мим», как это пришло в следующем аяте. Третий случай «идгама», когда встречаются две буквы, которые близки друг к другу по своим свойствам и месту образования. Например, когда буква «лям» встречается с буквой «ра». Они близки по месту образования. Будьте внимательны. А это произношение буквы «ра». Давайте посмотрим на экран, чтобы увидеть краткое изложение того, что мы с вами сейчас прошли. Буквы «лям» и «ра» близки по своим свойствам и месту образования. Эти две буквы близки друг к другу по своим свойствам и месту образования. Давайте посмотрим на экран, чтобы познакомиться с определением «идгама» двух близких букв. Две близкие буквы. Близкие буквы «муттака-ребэн» — это буквы, которые близки по своим свойствам и месту образования. Если встречаются две близкие буквы, первая из которых имеет суккун, а вторая — огласовку, то первая буква ассимилируется со второй по правилу «идгам». В Коране это правило встречается только в следующих буквах. Первое. «идгам» «кав» «скяф» — например, «элям» «нахлюккум». Второе. «идгам» «лям» «сра» — например, «курробби». А сейчас я приведу примеры «идгама» двух близких букв. Пример слияния буквы «лям» с буквы «ра». Пример слияния буквы «лям» с буквы «ра». Это были случаи, когда буква с суккуном сливается с последующей огласованной буквой в версии «хавсы» от «асыма». Причины «идгама». Идгам буквы с суккуном с последующей огласованной буквой по методу чтения «хавс» от «асыма» возникает в трех случаях. Первый. Если буквы одинаковы. Например, если после буквы «мим» с суккуном идет огласованная буква «мим». «Вуалякумма». Второе. Если буквы одинаковы по месту образования. Такой идгам бывает в следующих группах букв. Первая группа. «То», «даль» и «тэ». Например, если после буквы «даль» с суккуном приходит огласованная буква «тэ», то «даль» сливается с «тэ». Вторая группа. «Зель», «сэ» и «зо». Например, «иззоламтум». Третья группа. «Мим» и «бэ». Например, «иркяммаана». Третья. Если они близки по месту образования и свойствам произношения. Этот идгам возникает в следующих буквах. В буквах «лям» и «ро». Например, «курробби». А также в буквах «кав» и «кяв». Например, «алям» и «нахлюккум». Во всех остальных случаях необходимо ясно произносить каждую букву в отдельности. И ту, которая пришла с суккуном, и ту, которая пришла с огласовкой. Давайте послушаем следующие примеры ясного чтения. Вот пример ясного чтения буквы «Айн» с суккуном, после которой следует огласованная буква «Ба». «На'буду». Вот пример ясного чтения буквы «лям» с суккуном, после которой следует огласованная хамза. «Ул-А'уду». Пример ясного чтения буквы «м» с суккуном, после которой следует огласованная буква «нун». Во всех остальных случаях, кроме вышеупомянутых трех, буквы с суккуном читаются ясно. Но Аллах знает лучше. «Изхар» «Изхар» – это ясное и отчетливое произношение буквы без изменений. Дорогой шейх Абали, как известно, в Мусхафе встречаются знаки или подсказки, указывающие на то, что в данном случае действует правило «Идхан». Вы бы не могли нам подробно рассказать об этих подсказках или указаниях? С именем Аллаха. Хвала Ему. Уважаемые зрители, наши благородные ученые пометили Коран определенными значками, которые указывают на места Идхама, а также указывают, полным он является или же неполным. Ко всему прочему, они пояснили места ясного чтения, в которых отсутствует Идхам. Я предлагаю вам посмотреть на экран для более подробного ознакомления с этой темой. Признаки Идхама в Коране Признаком полного Идхама в Коране является отсутствие суккуна над первой буквой и наличие таждида над второй. Например, Алям Нахлюккум. Признаком неполного Идхама в Коране является отсутствие суккуна над первой буквой и отсутствие таждида над второй. Например, Бесот Т. Признак Идхара буквы с суккуном в Коране В Коране признаком того, что неогласованная буква читается по правилу Идхар, является наличие суккуна над ней. Итак, наш сегодняшний урок подошел к концу. Спасибо большое вам, уважаемый шейх Аббали, за все полезные сведения, которые мы получили сегодня. Я благодарю вас, дорогие зрители, за ваше терпение и усердие на пути изучения книги Аллаха. На следующем уроке мы познакомимся с теми местами из Корана, где следует применять правила Идхама и Идхара при чтении. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бараката. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Изыска Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok